Хантаматиск 50 дедов-морозов из разных уголков страны встретились в Канты-Мансиске. Почти тысяча человек было задействовано, чтобы организовать все мероприятия. Более пяти тысяч человек пришли на центральную площадь города в новогоднюю ночь. 80 площадок работали для проведения праздничных мероприятий. 140 тысяч гостей, по официальным данным, приехали в Канты-Мансиск со всей России. Здесь веселее, красивее, чище, ярче. Лошади были, тут сани. Ну, прикольно вообще. Ну, и детям нравится. Очень красивый городок и здесь, и там, и у церкви. Очень красиво. У елка просто нет слов. Восхитительная. Особенно жителей города, а также гостей приятно удивило новогоднее украшение центральной площади. Местные порадовались новой елке, а приезжие оценили ледяные скульптуры. По всему городу открылись новые места для творчества. Так, например, в парке имени Бориса Лосева провели конкурс на лучшего снеговика, участие в котором приняли 60 команд. А в археопарке была построена целая улица. Вместо домов – чумы. Вместо дорог – трассы для катания на собачьих и олених упряжках. А радушные хозяева за чашечкой горячего чая рассказывали о традициях и обычаях народа в Север. Я в ваш город влюбилась. Я сама из Санкт-Петербурга. Я здесь, ну сколько, месяца два была только. И как раз Новый год. Вот из-за того, что много снега в Петербурге, плюс шел дождь, а у вас столько снега и столько красивого льда. Так поднимает настроение. Народ очень доброжелательный, позитивный, радостный. Замечательный у вас. И город очень красивый. В финальный день мероприятия с визитом в окружной центр приехала делегация Тульской области. Они приняли эстафету и станут новогодней столицей России в следующем новом году. Ну а нас, несмотря на то, что праздники подошли к концу, ждет еще много крупных событий, таких как Дух огня, Кубок мира по биатлону и многие другие. И пусть у вас каждое утро в этом году будет счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!